Всем приветики! С вами Юмилька. И, кстати, да, часик. Если что, я сейчас довольно часто стримлю на Твиче, поэтому залетай к нам, чтобы смотреть ролики вместе онлайн, аниме и проходить разные игры. У нас не так давно был аукцион на стримчанском, и в нём победил вот этот вот ролик. Среди 97 остальных вариантов остался именно этот видос. Понимаете, насколько я просто обязана записать на него сегодня реакцию и чекнусь его вместе с вами. Насчёт Александра Скиданова. Как вы понимаете, ну, судя по превью, а может быть даже его видели ранее, это молодой великолепный человек, который озвучивает мистера Биста, то бишь его голос. И здесь будет как раз его интервью. Давайте приступим к просмотру. А насчёт Чиреватинка, да, это, короче, как я понимаю, проф-актер, который делает подобный контент на своём канале, разбирает всяческие профессиональные озвучки, берёт у проф-актеров озвучки интервью и так далее, далее, далее. Всё, let's go. Всем привет, друзья, на связи Дима Чиреватинка. Сегодня у нас в гостях русский голос самого популярного ютуб-блогера в мире. Нет, это не Влад Бумага, это Мистер Бист, а также голос Иноски и Тенгена из аниме Клинок, рассекающий демонов, Бертольда из Атаки Титанов, Дурлина из игры God of War, Рагнарёк и многих других. Давайте встречать Александра Скиданова. Сегодня мы с вами постараемся узнать, как он стал голосом Мистера Биста, как не порвать горло, озвучивая истощающие крики Иноски, как понять аниме и чем оно цепляет. Есть ли кризис на студийной банде и правда ли, что она распалась? Зачем делать новый дубляж на легендарный мультсериал Наруто и как себя сейчас чувствует официальный дубляж? Ну а перед тем, как мы начнём, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео, потому что наши гости действительно этого заслуживают. Не забывайте про наши социальные сети, телеграм-каналы, группу ВКонтакте, где выходит много эксклюзивного контента. Насчёт, кстати, тех вопросов, которые Дмитрий здесь поднял ранее, я на части из них уже ответы знаю. Активные новости из мира, кино и дубляжа. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Какие у него масштабные видосы, конечно, вообще. У него видос, который про этот, игру в кальмара, стоил 3 миллиона баксов. Видос, б***ь, 3 миллиона долларов. Это 300 миллионов рублей. Я не могу это представить, эту сумму. Но мистер Бист этим и зацепил как раз-таки нас с вами. Это 3 квартиры в центре Москвы. А сколько они... Подождите, одна квартира в центре Москвы стоит 100 миллионов? Ну, я сейчас интересуюсь недвижимостью в Москве. Центр я, конечно, не рассматривала. А крайне там по 10 миллионов стоят. Ну, по факту в центре, наверное, что-то подобное так как раз и будет. Это этаж на Красной площади, мне кажется. Ну, это просто жесть, реально. Ты такой думаешь... И масштаб сумасшедший. Вот на этой позитивной ноте и мы начнём, да? Давай. Кстати, забавно то, что недавно я наткнулась на какой-то ролик мистера Биста. Ну, или какого-то другого ютубера. И там мистер Бист, ну, говорил сам, без русской озвучки. И так непривычно было слышать его голос. Я просто уже привыкла к озвучке Александра. И вот как-то голос Александра у меня сросся с Джимми. И было непривычно слышать его обычный, реальный голос. Привет. Привет. Как твои дела? Как ты вообще пожелаешь? Блин, как-то спрашивают. Вообще в любом видео, которое я сейчас смотрю, как дела, я вспоминаю трек. Как дела? Нормал. Ну, помните его, да? Шикарно всё. Красота. Лето заканчивается. Как с жарой справляешься? Справлялся? Просто много потел. И мечтал о прохладе. Я поеду в Питер и буду пить коктейли. Жалко, в Питере нет такого пляжа. Каково быть русским голосом самого известного ютубера в мире? Благодарно. Ну, типа здорово. Ну, я не знаю. Я не ощущаю прям такого сильного какого-то, знаешь, прилива популярности. Ну, это Джимми, а я просто его дублирую, чтобы нашему зрителю было понятно. Не знаю. Для меня лично Александр раскрылся, когда он начал озвучивать Джимми. Я до этого слушала аниме в озвучке от студийной банды, но я именно его как личность не знала. Но вот после Мистера Биста как раз-таки начала что-то там где-то, да, узнавать. В целом про Александра, про других членов студийной банды и про драму, которая у них там происходила. Всё. Ну, это круто. Круто видеть человека, который впахивает просто как волк. У тебя есть любимое видео с его канала? Дай-ка подумать. Ну, вот из последнего, наверное, про яхты было прикольно. Ну, наверное, Граф Кальмара самый, вот самый просто эпичный эпик, который я видел. Такой мощный видос. Вот именно как конкурс, вот эта вот борьба. Ну, это круто. Сколько там просмотров? Не соврать бы, но за сто чего-то там миллионов. Расскажи, как ты стал его голосом, когда пришли там первые пробы, как ты попал на него? Я так понял, что был какой-то сначала другой заказчик. Они делали канал на Ютьюбе Мистер Бист на русском. Я, кстати, когда начинала делать реакции на Мистера Биста, вот я делала реакты ещё на тот канал, ролики оттуда. Они делали основной, гейминги, вот это вот всё, реакты и так далее. Они пришли на одну студию, там что-то, видимо, не понравилось. Но, как я понял, опять же, я не знаю, насколько это правда. Я надеюсь, что это правда. Вот. Мне Сашка Русаков сказал, что они искали конкретно меня на джиме сразу. И они пришли, собственно, в Инстаграм, в студийную банду, вот эти вот все наши тоже бэкстейджи и прочее. Вот. И написали Саше, и как бы они там уже договорились. И мне Саша пишет, говорит, вот ты-ты-ты-ты, есть вот такой чувак, он делает крутые видосы, типа, хотят тебя на, как бы, его озвучивать. Я такой, ну, как, ну, я люблю работать. Вот так. То есть они конкретно тебя где-то нашли, послушали? Наверное, да. Ну, я, честно, я не знаю, я за что купил, зато продаю. По ощущениям, ну, прям лютое враньё. Я сейчас просто вот вру и говорю, ну, вообще, меня искали и нашли. Ну, как мне сказали, да, наверное, было так. Мне кажется, мистер Бист в целом всегда серьёзно относится к созданию своего контента. И когда наступил момент выбирать актёров озвучки, которые будут озвучивать как раз-таки контент Джимми на русский язык, он начал просматривать самых популярных актёров озвучки, видимо, в России. И таким образом вполне возможно, что он наткнулся на Александра, ему понравился его голос, и он такой, типа, всё, вот меня на русском языке будет озвучивать он. Так что не сказала бы, что это враньё, но история реально звучит круто. Я эту историю слышала ранее, потому что студийная банда приезжала к нам в Уфу на аниме-фестиваль, и там я с ними даже немножко так пересеклась. Я не стала говорить, что я там блогер, что-то снимаю, что-то стримлю. Просто с ними сфоткалась, и всё. И затем был ещё фестиваль в Москве не так давно, и там я совсем немножко пообщалась с Никитой Моисеевым, то есть, получается, коллегой Александра по студийной банде. Бист-миллиардер. Русский голос должен быть как минимум миллионером. Это так? Нет. У меня даже нет квартиры в Москве, ни машины, поэтому нет. Нет. Ты хотел бы что-то подобное, ну, стать миллионером? Я понял. А почему бы и нет? Я понял. Ты хотел бы что-то подобное, интересное сам сделать? Ну, может быть, не такое масштабное. Я видел, вы снимаете сейчас на студийной банде шоу. Я думаю, что когда выйдет этот ролик, оно уже будет. Я ссылочку... Если успеем, смонтажируйте. Ну, мы заранее снимаем. Если будет, короче, я ссылку оставлю в описании. Расскажи вкратце, что за шоу, и вообще, какие у тебя планы на YouTube продвижение. Мне было интересно как-то популяризировать профессию, потому что... Ну, в ней сейчас очень много лишних людей, которых зовут со стороны. То есть, когда вот зовут какого-то, опять же, никого не хочу обидеть, да, но всё равно там... Актера, да. Кто-то справляется с этим лучше. Обычного актера имеется в виду. Кто-то хуже. Там Миша Глустян прекрасно, допустим, дублирует. Но зовут какую-то другую звезду, которая это делать не умеет, и платит огромные деньги, и по факту выходит пшик. И второе — это звучание в диалоге с... Кстати, я видела один выпуск Дмитрия, как раз-таки. Там вот, да, про Братишкина было. Вот этот выпуск я видела частями. И он там отмечал, насколько помню, шепелямость. Короче, какой-то дефект речи Братишкина. И он уточнял, типа, это специально так было сделано, или же это дефект просто самого стримера. С Сергеем Бруновым. Слышна разница в действии, в актерском подходе. Вот чтобы... Мне кажется, единственная возможность от этого как-то вот... Это популяризация артистов озвучки. То есть когда они становятся селебрити, когда они становятся знаменитыми, тогда уже их зовут. И ты сам знаешь, сколько нам платят на студиях. Ну, это вообще скотство, я считаю. Поэтому я пытаюсь как-то вот какие-то шоу... Вот сейчас мы придумали... У меня родилась, опять, как всегда, гениально тупорылая идея. Самый лучший озвучкер. Самый лучший озвучкер. Вот, потому что у зрителей там нашего канала тоже уже вот какие-то есть приколы, да, что озвучкер, дублячкер, еще как-то они там придуриваются, изгаляются. Вот. Я подумал, что будет клево вот какой-то такой конкурс, где после каждого испытания по одному человеку выбывает, то есть вот такие какие-то жесткие рамки. Это одна из множества наших гигантских смертельных ловушек. Ну, и сняли, сняли, да, дофинальные вот игры мы сняли. Ну, вроде понравилось всем, не знаю, посмотрим, что выйдет. Если говорить про популяризацию как раз-таки актеров озвучки, то за последние года, наверное, три про них реально стало больше контента. И я лично раньше вот сколько смотрела о разный контент на ютубе, у меня не было такого, что вот посмотри про такого-то актера озвучки. Сейчас, 23-й год, и ролик про актера озвучки на канале актера озвучки, ну и как бы профессионала, он у меня выпадает в колесе, несмотря на то, что там было 96 других вариантов. Это что-то, мне кажется, дозначит. Кроме того, про канал Дмитрия я слышала и ранее, потому что меня также просили делать реакции, но порой просто за счёт того, что дохренища видосов и дохренища контентов тебе приходится отбирать, на что реакции делать, а какой контент ты пропустишь. И если сейчас вам зайдёт как-то эта реакция, то буду стараться периодически записывать реакты на канал Дмитрия. Будем надеяться, что это тоже дорастёт до масштабов 300 миллионов рублей за ролик, и вы будете номером один. Я буду плакать. Друзья, сейчас должны были быть кадры, озвученные Сашей, когда он озвучивает Мистер Биста, но, к сожалению, возникли сложности. Но вы сейчас увидите тоже кадры, как Саша озвучивает Мистер Биста, только из другой локации. Ну, насчёт инсайда от Саши про авторские права, там же был случай с Буйстером, где Александр озвучил фрагмент для его ролика, и затем откуда-то вот оттуда из команды Мистера Биста от кого-то пришёл такой нагоней, что больше нельзя озвучивать голосом Мистера Биста ни для кого другого. Если нравится, ставьте лайк. И поехали! Я готов! Я арендовал ночь в отеле за миллион, также арендовал ночь в этой пещере за тысячу долларов. Так, я проведу вам тур по комнате. Видите этот матрас? Это вся моя комната на ночь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, скоро... Много фехса. Пока мы пытались уснуть, люди продолжали перешагивать через нас прямо посреди ночи. Эй, теперь мы начнём ускоряться. Блин, я этот видос не видела. И вот мы ввели по 10 тысяч долларов за ночь. Это место огромное. Парни, давайте-ка я первый. За этой дверью то, почему это место стоит 10 штук. О, боже мой! Конечно, всё проговорилось. С вами капитан Проговор. Мы в комнате на дне океана. Парни, тут подводная ванная. Под водой ванная. Что вам больше понравилось, пещера или это? Похоже, что это. В этом видео я потеряю миллион долларов. Я расстроился, потому что Джимми потеряет миллион долларов, а я... нет. В эти 10 тысяч долларов... Я вот этот отрывок где-то видела. Включены гидроциклы и реактивные ранцы весь день. И это был отель за 10 тысяч. До-до-до-до-до-до-до-до-до-до. А-до-до-до-до-до. Вот это было типичное состояние на стриме. У нас впереди отели за 50 тысяч, 150 тысяч и миллион за ночь. Погодите, я что, могу принимать душ с открытой наружу дверью? Это всё мне? Одному? За каких-то 50 тысяч долларов? А там миллион, что за миллион? А миллион, 30 миллионов долларов за одну ночь? Ой, 30 миллионов рублей? Какое 30? 50? 60 миллионов рублей за одну ночь? Что там такое? Отдохнули на частном пляже. У меня в голове всё равно такие суммы не укладывают. Давно я не чувствовал такой умиротворённость. Ты, голос и носки. Персонажи из аниме Истребитель демонов. Кто бразднёс там в пух и прах эту молодую луну? Ты усёк? Шамотира? Алё! Как его озвучивать так, чтобы не сорвать себе горло и сохранить свои связки? Хороший вопрос. На ложных. Это как? Ну как вокалисты же поют на всяких скримах, или как там они называются? Гроулах и прочее. Ну то есть вот так. Ну оно никак не влияет на связки вообще. То есть у меня ничего не напрягается. Я могу так орать, разговаривать. Это надо быть профессионалом. Я и носки хасибиры. Ха-ха-ха. Но это не точно. Ну как бы. Ну сейчас посмотрит зритель, который не умеет так делать. И скажет, ой, я тоже так умею. И потом он останется без голоса. Расскажи какие-то лайфхаки, как это найти и как обезопасить себя в таких случаях. Я думаю, ну как, у каждого речевой аппарат, как музыкальный инструмент. Он у каждого свой. Как и вокальный аппарат, речевой аппарат. Нужно искать то положение внутри себя, в котором ничего не чешется, ничего не болит, ничего не скрипит, не становится плохо после этого. Потому что многие вокалисты, ну да, они тоже что-то, видимо, делают неправильно. И потом у них и, мягко говоря, они могут выплюнуть все, что они там напели. Мне кажется, что это просто правильное нижнедиафрагмальное дыхание, опора и, собственно, какие-то вот эксперименты с собственным речевым аппаратом. У тебя когда-то были проблемы со связками? Ну, голос пропадал, да, были, конечно. Ну, опять же, когда болеешь, тут можно сорвать. Я иду на пролом! Нельзя нападать на него вслепую! По мне смех изобразить сложнее всего. Комната вертится без остановки! Так интереснее! Куда интереснее! Не смей стоять на ныждаке! А ты еще кто такой? Да, о чем ты только думаешь? Она ведь ребенок! Что ж, недурно. Люди уже пытались меня швырять, но смог только ты! До свидания, бабуля. Че? Ты сдурела, бабка! Да я ей дам! Как нам конкретно нужно себя вести, а? Чего бы этой старухе нам что-то желать? Эх, мы ведь ей совсем чужие, так почему же? Сама-то понимает, кто есть кто! Набрал скорость! Меня не обгонишь, лобешник! А ну, хватит тут сопли раздирать! Какая разница, станешь ты или нет? Прекрати уж гнести эту яресть! Если в нас кто-то поверил, нам нужно думать о том, как соответствовать! Всякий живущий когда-нибудь будет в земле! Мертвые не вернутся к жизни! Столько людей не распускай! Сейчас вам и больно, но не ревися! Пускай вам тошно! Пускай стыдно! Нам нужно продолжать свой путь! Ой, я из-за и сабли... Я вспомнила этот момент в аниме. Так сильно, что слезы даже сквозь маску протягали. Ничего, я не реву! Ни фига, крик души! Вставай! Вставай, вонзера! Вставай! Братик же пронзил его сердце! Мое дело крутое, чем вы думали! Сдвинуть пару органов в сторону для меня расплюнуть! Как я вырос в суровых горах! Ядай мне нипочем! Расскажи и освети свою точку зрения по поводу профессионального высшего актерского образования. Оно у тебя есть? Я помню, он в Уфе на этот вопрос отвечал. Как ты знаешь, многие сейчас работают без него. Кто-то говорит, вообще можно и круто. Кто-то говорит, нельзя никак. Какое твое мнение, твоя позиция? Нельзя сказать однозначно. К сожалению, мы уже знаем ярких личностей, ярких, реально крутых артистов. Артистов, они уже артисты, у которых нет этого образования. Да, там Сергей Игоревич Чихачев, Михаил Тихонов, Петр Гланц. Но Петя закончил, по-моему, да, какое-то что-то? Ну, высшего, по-моему, он ничего не заканчивал. И вот что-то, я помню, какое-то то ли интервью я с ним видел, он где-то говорил, что ему вот прям надо было вот пойти поучиться. И в этом есть, как раз и кроется проблема, что путь тернист и еще более тернист, если у тебя нет образования. Если у тебя нет базы, если у тебя нет фундамента, нельзя построить дом без фундамента. Поэтому либо ты его где-то как-то в работе. Так, все, давайте смотреть дальше. У нас тут возникла небольшая заменочка на Твиче. Let's go. Ты находишь, либо у тебя просто разваливается дом, либо это, ну, маленькая стрёмная хибара, вообще никуда не в кассу. Впервые здесь? Эээ, да. А, доктор Фрэнсис, лучший ветеринар во всем Нью-Йорке. Будешь в восторге. Такой забавный голос. Я как будто его еще в другом мультике слышала. Он спец по психическим расстройствам. По психичес... Или, а, или я этот мульт видела. Не помню. Голос максимально знакомый. Стройство? Да. У меня нету никаких расстройств. Я нормальный. Да, я тоже не псих. Вот человек у меня с прибабахом. Знаешь, приношу дохлую птицу, выбрасывает. Да, я этот мультик видела все равно. Приношу дохую мышь сразу в помайку. Ничем тебе не угодишь, шестеричка! Что я знаю? Шикарный момент. Недавно у нас в гостях была Вероника Саркисова. И она рассказывала о своем опыте работы с Александром Борисовичем Новиковым. Я не знаю, смотрел ли ты этот выпуск. Но она поделилась, как она с ним работала. Посмотрите, ребята, если еще не смотрели. Очень увлекательно. Ты с ним тоже работал, когда только выпустился. Вот этот отрывок интервью, я где-то видела и понимаю сейчас, о чем будет речь. Скажи про это. Может быть, в шорцах? Этот опыт, каким он был. Потому что я сам работаю с Александром Борисовичем, и я знаю, какой он интересный человек бывает. Александр Борисович? Нет, я сейчас, когда он там звонит, пишет, приглашает, я вообще, я сразу таю. Я такой, Александр Борисович, конечно, все. Я знаю уже, чего ожидать, вдруг что-то. Ну, всякое бывает там. Он же не со зла это делает. Он хочет, чтобы вот оно случилось, и он вот любит вздрючить. Если вдруг ты как бы пришел какой-то вялый. Чего ты вялый пришел? Вот. И ты как бы сразу немножечко уже не вялый. Уже как-то так. После такого? Немножечко у тебя так левая, конечно, сторона подергивается, но хорошо. Ну да, у меня был опыт сумасшедший. Я, по-моему, вообще, я тогда потерялся совсем. Я думал, что мне пора в окно выходить. Ух. Это была какая-то вторая или третья запись. Это был август месяц 2018 года. Я только выпустился. Я только чуть-чуть начал работать так плотненько в дубляже, что-то пробовать. Я попал в закадр на студию Кириллица. И я пришел к нему писать гуры и эпизодики. И вот у меня эпизод. Там, значит, где-то в телевизоре. Какой-то кадр. И мне нужно сказать слово, что-то вроде, там, скальпель. Я говорю слово скальпель. Интересно, можно? Можно. Вы хуй изо рта, блядь! Я говорю... И меня просто начинает вот так. Ба-бам! Твой земляк сейчас приходил! У него буковка к буковке! Это он про Ильюшу Хостикова, который... Ну, мы... Папа у него живет просто в камышине с мамой. Вот. Откуда я родом. Они в свое время переехали. Вот у него. Ты на Клюквина похож! Он в три раза больше, чем ты! Он вообще нам легенда! А ты мне что здесь? И та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Просто за этот скальпель! Кровь отливает уже в пятки. Она уже по полу растекается. Мне плохо внутренне. Я... Всё. Он говорит... Давай! Скальпель. Нормально. Так что ты обосрался? Ну, это потрясающе. Это невероятно сумасшедший опыт. Реально. И ты потом собираешься, ты это вот так немножко... Ничего. Я покажу. Я сейчас сделаю. Я буду так работать, чтобы ни одного замечания не было. Чтобы вот... Слушай, ну после этого можно и вообще закончить, в принципе, совсем. Это хорошо, что у тебя психика понимает это. Но есть люди, которые это не переживут и просто скажут, блин, я не готов. Ну да, ну потому что у меня уже потом тоже была ситуация, не буду там называть фамилии, на одной студии я только начинал работать. И, мягко говоря, не справлялся за кадром. Ну потому что это был первый опыт, много текста. Он еще иногда... Редактор не успевал доделать его, как-то довести до ума, потому что приходил перевод просто ужаснейший. Соответственно, для меня это, ну, лютый стресс. И как будто, опять же, справляться с этим. И меня как бы так, мягко говоря, хотели... Ну, в общем, пошли, пожаловались. И я вспомнил слова Груздева, который сидел... И вот это вот все подчеркивал, говорю, ничего, суки, я вам покажу, ничего, суки. И я сидел и делал то же самое, абсолютно, ничего, суки, я вам покажу. Че, суки. Любимые, дорогие, всем на самом деле, всех люблю, всем спасибо и все хорошо. Вы двое из Сиган-Сины, верно? Ну, да. Значит, вы уже знаете, насколько Титаны ужасны. Почему же вы хотите стать солдатами? Ну, а вы двое откуда? Мы с Райнером прибыли из горной деревушки у юго-восточной части Марии. Как классно, что он озвучивает вообще разных персонажей. В отличие от процветающих городов и урек, сообщение дошло к нам не сразу. Что уж там, Титаны пришли быстрее, чем новости. На рассвете животные шумели больше обычного. А неведомый гул становился все сильнее и сильнее. В какой-то миг мы поняли, что это были чьи-то шаги. А затем я в спешке открыл окно. После этого, ну, я не очень хорошо помню, все были в панике. Хороший актер, да? Эй, чего ты вдруг об этом заговорил? И голоса разные такие, да-да-да. В общем, я пытаюсь сказать, что вы очень отличаетесь от них. От них? Здешних ребят, которые не знают, как ужасны Титаны. Как ты попал на студийную банду? Вань Породнов привел за ручку. Мы с Ванькой играли, получается, в малом театре. У нас были дипломные работы и, типа, как это сказать, практика. Вот практика была в малом театре. Я там стучал молотком по чему-то там в спектакле. И мы просто что-то общались, болтали, смеялись. И потом Ванька мне пишет. Это тоже летом как раз было. Мы уже на гуры ходили к бабушке, Кирославу Георгиевичу Турлёвой. И он говорит, Саня, ты так, знаешь, как будто он мне что-то предлагает. Он говорит, Саня, ты аниме любишь? Так тайно. Я говорю... Открывает пиджачок, да? Ну, любишь? Слышишь? Вот. И я такой, ну, да. А что такое? Он говорит, хочешь озвучивать? Я такой, в смысле? Конечно, хочу. Давай. Куда? Куда? Кому звонить? Куда идти? Ну, вот я так и попал. Тоже, опять же, первый опыт был своеобразный. Я не всем тогда понравился. Не очень были во мне уважены. А в каком году это было? Уверены ребята. Это тоже как бы ничего скрывать. Но потом время взяло своё. Для фанатов, есть ли сейчас кризис на студийной банде? Нет. Что там происходит? Просто некоторые люди выбыли из процесса озвучки на данный момент. Кто-то не работает на постоянке, но участвует в каких-то проектах. Кто-то просто решил чуть-чуть освободиться от, опять же, от какого-то, знаешь, как образ Гарри Поттера. Ну, произошла небольшая ситуация, что люди как бы ушли. И ничего в этом страшного нет. Мы все свободны, все артисты, все так же продолжаем общаться, со всеми видимся, всех. Ну, как бы, ну, по крайней мере, я за себя могу сказать, что я всех люблю, всем рад, и всё как бы окей. Ни на кого никаких обид никогда не держал, и никого ни в чём там. Наоборот, я старался вот эту всю лодочку как-то сохранить. Резюмируем, сейчас у студийной банды всё хорошо, работаем, развиваемся и растём. Народу полно, работать есть кому, так что не переживайте. Я вас уверяю, нас ждёт светлое будущее, и это прекрасно. Талант. Если ты считаешь, что у меня есть какой-то талант... Если такой, как я, кажется тебе талантливым, твоя жизнь не так уж и тяжела. Может, ты и жил сотни лет, но вот мира совсем не видел, поэтому и узнал так мало. Сам-то ты что знаешь о мире? Побольше вашего. Вы ведь не в курсе? Эта страна жуть какая большая. Крутых ребят тут просто не счесть. Одного даже понять никому не под силу. А ещё один взял катану в руки и через два месяца уже стал столпом. Какой же я избранный на их фоне. Да пошёл ты! Всё, ты лед и правда действует. Ходи по степени. Это у него озвучка классная даже. Просто ты делаешь вид, что это не так. Какое жалкое зрелище. А вот и нет! Яд вообще не действует! Хочешь, спляшу! Доехать сто мисок Тендона готов съесть! И блестяще! Мелодия готова! Пора одержать победу! Один! Три! Семь! Пять! Двенадцать! Тринадцать! Ты теперь как на ладони! Вся твоя грязная песенка! Команда! Команда! Убегай! А что если Джимми тебе напишет? Я с ума сойду. Как бармены в Уфе. Вот у меня недавно был. Просто пишет, просто Саш, привет. Ты так меня круто озвучиваешь. Я не поверю, если он... Саш, привет! Я Джимми, скинь сто рублей на карту. Мне скажут, Джимми, ради тебя все что угодно. И скидывает мне номер МТС. Саш, я взял... Я Джимми, я взял твоих родителей в заложники. Ё, у меня тут отличный кадр! Какие как... Хочу коктейли. Джонни, я соскучился! Офигеть! Джимми напоминает моего друга Женьку. Такой же бородатый. А в это время мне дали массаж. Дали. Мне дали массаж. Как думаешь, сколько стоит эта коллекция таблеток? 37 долларов. Коллекция таблеток? С половиной миллиона. Я считаю, что в каждом номере отеля... Этот отель за 150 тысяч долларов был невероятным. Даже не представляю, чем отель за миллион долларов может быть лучше. И вот момент, которого вы все ждали. Ночь во дворце за миллион долларов. Как только мы вошли, каждому из нас представили личного дворецкого. О, боже мой! Твоим педагогом был Борис Клюев, многим известный как Николай Петрович из Воронина. Вы в квитанции не записались. Бежим! Извини за почту! Какой же он классный! Расскажи, каково учиться у такого мастера. Бориса Владимировича Клюева уже нет в живых, к сожалению. Да. Это как артист потрясающий. Как педагог его почти не было. Когда он приходил... Нет вопросов. С ним офигенно работать. Он четко понимает, что есть профессия. Он суперпрофессионал своего дела. Он тебе говорит, вот так, вот так, тебе нужно вот так. И тогда хорошо, вот посмотри, вот оп-оп-оп. Это здорово. Но чаще всего его не было. Потому что у него сумасшедший график, у него съемки, у него спектакли. Еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. А потом он заболел. И совсем как бы стало все это грустненько и печально. То есть он уже уезжал на какие-то вот эти вот лечения и прочее. Как мастер, как худрук, окей. Но не батя. Знаешь, есть вот мастера, который прям отец, который вот за всех. И он вот постоянно, и он работает. То есть он реально занимается каким-то воспитанием. У Бориса Владимировича, к сожалению, на это не было времени свободного. Почему не все понимают жанр аниме в нашей стране? И стоит ли начать туда погружаться? Аккуратно, как в воду. Ну, сейчас на самом деле много кто понимает аниме. О, да, раньше в мое время было стремно смотреть аниме. И тебя реально за это чмыри в школе, если ты говорил, что любишь смотреть анимешки. И тогда я помню, что в третьем, по-моему, классе я просила маму купить мне рюкзак с Эйварму. Тогда я сказала, типа, Юля, нет, не надо этого делать. И в то время это действительно выглядело бы не очень прикольно. Да и в целом дальше, когда какие там годы были, 2007-й, ну, тоже аниме было не в почете. И к тем, кто его смотрел, не очень относились. А я даже слышала истории про агрессивное поведение в сторону анимешников. Но сейчас все свободно ходят в различной одежде с аниме-принтами. И фирменной, и не фирменной, и куча мерча. И постоянно у молодежи можно заметить у процентов, наверное, 70 какие-нибудь значки с аниме-персонажами. И это так классно, что аниме становится все популярнее и популярнее. И, наконец-то, его нормально смотреть в нашей стране. Потому что раньше ты считался каким-то психом, неадекватом. Типа, как ты можешь это смотреть? Или каким-то странным за счет того, что, ну, это мультики, а ты вроде уже взрослая, зачем ты их смотришь? Вот было две таких вот, так скажем, стороны одной монеты. Но я очень рада, что сейчас это к чему-то такому адекватному со временем пришло. Фанатов просто обалдеть сколько. И вот фесты яркое тому доказательство. Вот эти косплеи, какие-то там, опять же, песни, просто аниме, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Фанатов много, но все по-разному его как-то воспринимают. Кто-то очень серьезный. Есть серьезные проекты, да, есть Хаяо Миядзаки, есть серьезные сериалы, типа, там, Тетрадь Смерти, та же Атака Титанов, потрясающая работа, там, еще какие-то, еще... А есть просто смешные увеселительные штуки. Есть эпопеи, типа, Наруто, Ван Пис, там, какой-нибудь, этот, Блич, еще что-то. Ну, то есть вот такие бу-бу. Ну, так же есть и проходные аниме. Просто память детства, типа, там, Шаман Кинг. Но он у всех как-то, знаешь, он у всех не остался как аниме, он просто как мультик. Но мне кажется, что... Ну, в те времена, потому что мы еще даже и не знали, что такое эти ваши аниме. Я помню, что осознала, что такое аниме в целом, но попозже, нежели чем посмотрела Покемонов, Силар Мун, Шамана Кинга, ну и не только. Ну, люди, которые не смотрели аниме, им это не нравится, да не смотрите, ну, зачем себя мучить, зачем себя пересиливать. Вот и все. Если вы посмотрели, вам понравилось, классно, все здорово. Это как... Я вообще не люблю дубляж, я люблю смотреть в оригинале. Так смотри, ну, смотри в оригинале, что тебе мешает. Тебя кто-то заставляет смотреть дубляж? Есть один сериал моего детства, это Дневники вампира. Я смотрела его то в Кубик в Кубе, озвучка, то Лостфильм. И дело в том, что начала я учить активно английский язык, и мне показалось, что будет классно пересмотреть Дневники вампира в оригинале на английском с субтитрами. И вот есть там отличный актер, Пол Уэсли, надеюсь, что имя не исковеркало. И я вот слушаю его голос в оригинале, и я не знаю, как это объяснить, но как будто актеры озвучки играли своими голосами лучше, нежели он играл в целом. То есть они компенсировали своей озвучкой его актерские способности. Ну и как-то вот смотришь на него, и его же родной голос будто бы ему не подходит. Вот прям, ну, не укладывалось у меня в голове, что это вот он самый вот тот брутальный вампир. У него просто будто бы в оригинале, ну, его родной голос, он какой-то более нежный, что ли, если так можно вообще выразиться про мужские голоса. И вот посмотрела я буквально там серии 5, и поняла, что эта затея заранее проигрышная. Но не везде так. Иногда слушаешь актера в оригинале, и так приятно, такой раскатистый голос, и слушаешь его, и не хочется не слушать никакую озвучку. Но чаще всего, не знаю, я слушаю, конечно же, в озвучке что-либо, но с субтитрами редко что-то могу посмотреть. Быстро смотреть дубляж всем! Новый закон у нас! Кандидат номер один по версии монтажёра видео. Закон об обязательном просмотре аниме в дубляже. Мисс Кариса, кошка-жена и плюс-то к социальному рейтингу. Закон об обязательном дошении формы горничной для всех посредств. Я ну топчик! Кто проголосовал в дубляже? Ваим первым педагогом по дубляжу был Вселот Борисович Кузнецов. Да. А дальше ты попал к Ярославе Георгиевне Турулёвой. Вообще да, да, да. Во время учёбы ещё мы попали к ней. Расскажи опыт работы с такими людьми. Ну, Вселот Борисович это, не знаю, вот он главный педагог, наверное, в моей жизни. Он меня взял, привёл, сказал, пробуй. И я такой, ага. Ну и вот он, реально, вот он как отец. Он заботится, он переживает, он как бы спрашивает, как дела, как что. Он даже вот уже теперь бывшей женой, он регистрировал брак. То есть он был вот этим, как это называется, не знаю, который, согласны ли вы, тра-та-та, тра-та-та. Вселот Борисович у тебя. Да, на свадьбе, да. На свадьбе, ещё себе. Как такое шло? Ну, я просто как бы спросил, не хочет ли он, он сказал, конечно. Так, а я как монтажёр принял решение не вставлять видео со свадьбы из-за его хронометража, но мы выложим его для вас в телегон. Да ладно? Да. То есть он стоял, зачитывал. Да. Офигеть. Брат у меня с ума сошёл. Он такой, это ведьмак вообще. Он читал своим голосом или... Своим, своим, да. Сел Борисович, дайте, как Волан-де-Мор. А, Саша Кузнецов, да, как у него там было, сына он пугал. Слушай, круто. Ну да, ну, как он сказал, мне было это очень, ну, естественно, приятно, вот, что мы друзья. И это прям тепло, очень хорошо. Дружба, дружба, работа, работа, это разные вещи. Сел Борисович, мы вас очень любим, приходите в выпуск, пожалуйста. Пожалуйста. Да, он реально крутой. Очень многие ждут. А потом на четвёртом курсе, это вот, опять же, спасибо Борису Владимировичу Клюеву, мы к нему подошли и такие, Борис Владимирович, набрались смелости, ну, как бы, вот, мы с Егором Васильевым подошли и такие, Борис Владимирович, а можно нам как-то к Ярославу Георгану Турелёву попасть? И он такой, а, да, 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 я ей позвоню. И мы такие, ну, понятно, я ей позвоню. И тут он делает такую вещь, он говорит, хочу ждать, я ей прямо сейчас позвоню. И вот мне так показалось, я могу быть неправ, что из-за того, что он болел, в этот момент, знаешь, не откладывать на потом, а делать вот прям сразу. Вот, за это ему, как бы, низкий поклон. Он позвонил, рассказал, что вот есть ученики, вот, и мы потом втроём ещё, плюс Элина Фатеева, наша однокурсница, мы все, так скажем, всем кагалам на гуры пришли и начали работать. Ну, с Ярославом Георгану тоже прекрасно. Ну, как бы, всегда весело, всегда как-то интересно было, то есть, потрясающий человек был. И режиссёр. Ну, такие моменты редко случаются. Да. Когда обычно говорят, ну, мы позвоним вам, перезвоним. До свидания. Да. Блин, он так рассказывает про свою профессию, настолько по-тёплому, и ты её воспринимаешь с таких необычных сторон, о которых ранее не задумывался. Ну, я вот, например, и про обучение тоже так с теплотой говорит. Я вот про свой универ особо так что-то рассказать и не смогу даже. Пришёл что-то у меня требовать? Думаешь, прицепил отрубленную голову на пояс, и я так напугаю, что сразу возьму и соглашусь на предложение Эстрит, а? Мы ищем пленника Одина. Он заперт в какой-то шахте. Друзья сказали идти к тебе. Откуда у тебя? Ты ей им голову отрубил, а? Она была моей женой. Мы с закуской. Гадали, куда она исчезла после провала бунта. Смотри, смотри. Да. Кто остался в живых, платит за всё. Я боюсь, что не могу вам помочь с поисками этого пленника. Но он может знать, как остановить Одина и избавить сварт Альфхейм от асов. Я больше не желаю идти против всеотца. Стойте, пока не ушли. Вы нарушили закон о чистоте, разгуливаясь с гниющей головой. Дважды упомянули истинное имя всеотца и... Покорёжили мой стол. Прав? С оплатой можете не спешить. А теперь пошли вон. Судя по кинопоиску в одном из последних блокбестеров, ты писал Винни-Пуха в фильме «Кровь и мёд». Скажи, пожалуйста... Не смотрела его. Кто смотрел, напишите, что думаете. Как ты относишься к тому, что сейчас официальный дубляж в основном состоит вот из такого? Майма шумайма. Чё есть, то есть. А что делать? Ну вот нет, заказчиков ушли, они, наверное, вернутся. Я думаю, деньги-то им не хочется терять. Ну, а что делать? Режиссёром был Всеволод Борисович. Да. Как он вообще вот... Ну, ты же видел его, наверное. Как он воспринимал этот материал? Может, вы там где-то общались на эту тему? Ну, я не хочу ничего говорить, там, плохого или хорошего. Но это работа. Это нужно было сделать. Поэтому в любом случае ты как-то включаешься, ты как-то... Ты зовёшь тех, кто это сможет сделать. Ну, а что? 90% того, что выходит на экраны, это полный шлак. Прям будем честны. Вот сколько хороших сериалов вышло там за 2000, не знаю, там, 22-й год. Или там вот сейчас выходит. Вот из них берёшь, и у тебя так... То же самое с фильмами, да. Пальцем. Один такой, один в дно. Первая серия шикарно, потом дно. Ну, так тоже бывает. Ты являешься режиссёром нового дубляжа Наруто. Это, между прочим, внук великого, третьего Хакаги! Расскажи про этот проект, и как вы вообще к этому пришли, что вы будете его переозвучивать? Наступили на больное. Да, появилась такая идея... Ну, как бы, для всех Наруто, вот для тех, кто его смотрел, это такое воспоминание детства. Был, там, старый липсинг от Jetix, по-моему, или там Fox Kids, как он там назывался тогда. На четыре, там, с половиной голоса, все за всех и так далее. Почему ты это говоришь? Ты меня очень раздражаешь. У него нет ни мамы, ни папы, никого, кто дал бы ему хороший пример. Представь, он делает... То, что ему вздумается. Потому что я здесь лидер! Потом дважды два делают за кадром. А дважды два я как раз смотрела. С английского вообще где-то. Когда ты слышишь английский, у меня просто уши вянут. Я просто, господи... Это так странно было, то, что вроде бы аниме японское, а там английский. У меня в голове немножко тогда это не укладывалось, когда я начинала только Наруто смотреть. Мне около 10-11 лет было. Дубляж, блин. Ну ладно, давай, рассказывай. Чего рассказывать? Буду гонять. Там же озвучка такая угадная. Это у вас как помойных котов. Это малиновые штаны. С чего начнем? Просто появилась такая идея, почему бы не вот попробовать сделать ах. У меня она еще с второго курса Щепкинского театрального училища, эта идея. Я в свое время, ничего не понимая, не зная, как это все работает, просто вот по наитию собрал звуковую дорожку первой и второй серии Шипудена. Подготовил все для дубляжа и со своими однокурсниками как-то вот пробовал это все дело озвучить. Но, естественно, на это все нужны финансы и так далее, и так далее. И, к сожалению, сейчас у нас вышло только, ну, на сколько мне хватило денег, 9 серий. И то я еще не всем даже заплатил. Сколько там денег нужно на 9 серий? Мне прям интересно даже. Можно ли где-то про это узнать? Ну что, тю-тю. Ты ведь прекрасно знаешь, кто такие Хакаги. Разумеется, знаю. Проще говоря, тот, кто носит имя Хакаги, является ниндзя номер один в деревне. Попробуй ничтожество, и ты узнаешь, что такое боль. Давай, чудовище! Покажи свое истинное лицо! Вы собираете какие-то сборы, делаете? Донатики, да, донатики. Если мы оставим ссылку, наши зрители могут поддержать? Да. Да. Все. Спасибо. Договорились. Мы будем рады, особенно рекламодателям, которые избавят народ от постоянной вот этой вот принеси, дай, подай и прочее. Не выпустим, пока не закроем шкалу. Ну, а вот что делать? Сейчас реальность такова. Мы, кстати, на стримах очень-очень медленно, но пересматриваем Наруто с самого начала. По-моему, сейчас, на данный момент, мы посмотрели 21 серию в озвучке, как я ранее говорила, от дважды два. Стань новым Хакаги деревни! Задонать на озвучку Наруто! Ссылка очень есть. Райнер! Действуем! Прямо здесь! И сейчас! Давай поговорим! Я не против! Если потом вы все умрёте! У нас всего два требования! Выдайте Эрена! И сдохните внутри своих стен! Я говорю совершенно прямо! Армин! Сейчас уже всё решено! И кто же это решил? Я сам. Повтори! Я так решил! Никто из вас не уйдёт живым! Скоро её пустят на корм, бля! Вот, как бы, ролик посвящён Александру, но я скажу одну вещь, которая к нему вообще не относится. Я думала сказать это или же нет, но вот выслушайте. Никого не хочу оскорбить или же обидеть. Мы смотрели с самого начала финальный сезон и самый финальный эпизод в озвучке от студийной банды. Ну и до этого тоже в студийке, по-моему, смотрели. Я уже не помню. Это было не на стримах, а в Дискорде мы это делали. И вот сколько я не пыталась привыкнуть к Армину, у меня не получается. Я знаю, что бывает такое часто, что девушка озвучивает мужского персонажа, но это настолько органично, что ты этого не замечаешь. Но когда я слушаю всё время Армина в этой озвучке, я слышу девушку. И я прям реально пыталась привыкнуть. Поначалу, когда мы начали смотреть, я прям очень часто это подмечала. Но как-то всё равно спустя вот всё это время столько эпизодов не вышло. Вот не моя эта озвучка. И у меня такое было когда-то давно с Анилибрией, с их женскими голосами, что они были слишком мимимишные. Такие вот прям чересчур, когда персонаж такая... Жёсткая баба, которая готова идти в вагонь. Баба не совсем уважительно звучит, но всё же. Такая жёсткая женщина. А она говорила мимимишным голосом. И вот тут тоже как-то Армин... Ну, это чисто моя вкусовщина. Можете написать в комментах, что вы об этом думаете. Но опять же, я говорю то, что никаких претензий не имею. Как бы это вот чисто мне не понравилось. Но сама актриса, она же всё-таки талантливый человек. Сколько она, скорее всего, и училась по своей специальности. И всё это делала, профессионал. Ну, вот кому-то нравится, кому-то не особо. Это не камень, если что, в её огород. Просто вот моё мнение. Ну и пускай! Скормите её свиньям! Если вы и правда её поймали! Я не один такой. У кого-то тоже такое было. Просто мы смотрели в Дискорде, и я эту точку зрения высказывала. Все такие, типа, не, нормально, нормально. Но вот я была одна такая. Армин, ты думал, я растеряюсь. Едва ты снова вспомнишь о Бенне. Один из тысячи единомышленников нашёлся. Кто нерешительный, трусливый Бертольд купится на твою ложь и погиб? Ты просто тянешь время. Отчаянно заговариваешь мне зубы, пока солдаты окружают меня и спешат к Райнеру. Это же очевидно. Невозможно что-то сделать, пока трясёшься от страха. Почему ты согласился, если разгадал наш план? Хотел убедиться, что когда я окажусь перед вами, я уже не разрыдаюсь и не стану молить о прощении. Смотри, похоже, я спокоен. Вы мои старые друзья, но я всё равно вас убью. Потому что для вас мы лишь адские выродки. Нет, в вас нет ничего инфернального. Вы ни в чём не виноваты, но всё равно должны умереть. Дальше тянуть нельзя. Саш, Блиц. Ох уж, это атака Титанов. Напоследок. Оказавшись перед мистером Бистом, что ты ему скажешь? Здорово, Джимми. Иноски или Тенген? Иноски. Озвучка аниме или озвучка кино? Кино. Хорошего кино. Хорошего и хорошего аниме. Не могу, всё, ладно, хорошего кино. Сложно, сложно. Студийная банда или ваша любимая озвучка? Студийная банда. Назови самый смешной случай при озвучке за всю твою карьеру. Сейчас. Когда вот Александр Борисович орал. 250 тысяч рублей или 250 тысяч тонн тротила? Тротил, конечно, просто чтобы прикольно. Крутой учитель Анидзука или Наруто? Ряжешь Анидзука! Вот я Анидзуку не смотрела, но много про него слышала. Супер. Спасибо большое, дорогие, что вы досмотрели до конца это видео. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы поддерживаете словом, делом, вообще всем. Что вы смотрите, что вы узнаёте, там, потом пишете, что вот, а, это вот он, вот он. Что ещё сказать? Спасибо, будьте здоровы. Ой, взаимно. Живите богато. Добрых вам друзей, вот. И вообще, все, ух, успехов. Всё, обнял. Такое прям душевное получилось интервью. Мне оно прям понравилось. И забавно то, что именно после этого ролика идёт видос про звёзд в озвучке. Как раз-таки эту тему здесь ребята сегодня обсуждали. Я не считаю, что это плохо, но вот помню, был какой-то момент с Инстасамкой. Я услышала кусок, как она озвучила. Уже не помню, что и как там было, но мне, конечно, не особо понравилось. Ну и если человек в целом не актёр и на этом не специализируется, если он приходит в такие вот проекты, то редко может получиться так, что у него с первого раза всё получится, ну, прям очень круто и очень топливо. То есть одно дело, когда человек уже является, так скажем, обычным актёром и практикуете, и там может выйти всё с первой попытки. Ну а так сложновато. Ещё, кстати, здесь написано про Аляшу. Возможно, я смотрела не в той озвучке, но я вот Барби не сведу, да? Но где я просматривала, я там вообще её голос нигде не услышала. А может быть, она прям как-то профессионально так классно озвучила, нажилась в роль настолько, что именно её личный голос не выделялся, и как-то вот прям топово это сделала. Надо будет, кстати, посмотреть, может быть, какие-то отрывки на Ютубе, может, они там есть, именно с её озвучкой. Но, как я понимаю, у неё роль не сильно большая была. Короче, интервью получилось классно. Если хотите видеть реакции ещё на этот канал, то вы знаете, что делать. Также ссылку на ролик оставлю в описании, поддержите его лайком. А с вами была Деника и чатик с Твича, и всем пока!